Уважаемый Александр Иванович, я Евтушенко Василий Григорьевич, ветеран Саратовской области, прошу провести проверку действий должностных лиц администрации города Саратова по переселению граждан из муниципального жилья. Прошу дальше зачитать. И законность проведенных сделок по приобретению жилых помещений на предмет коррупции, а также поставить на контроль ранее возбужденное по моему заявлению уголовное дело по факту бездействия халатности, которое выразилось вне предоставления моей семье благоустроенного жилья взамен признанного аварийным. 20 июля 2019 года по вине соседей произошел пожар в доме по адресу Саратов, улица Соколовой, дом 15. Это было жилое здание с пристройкой на пять квартир, четыре из которых муниципальные. В одной из них я проживал с сыном инвалидом второй группы. Также со мной были прописаны внук и правнучка с несовершеннолетним ребенком. В техническом заключении, которое сделало экспертное бюро по итогам пожара, было указано, что дом сгорел на 96%. В августе 2020 года администрация Волжского района обязала нас заключить продлить договор займа на уже на сгоревшую квартиру. А 10 ноября 2020 года состоялась межведомственная комиссия, которая признала наш дом аварийным и подлежащим сносу до 1 октября 2022 года. Но неоднократное обращение к администрации нам так и не предоставили даже временного жилья, ссылаясь на его отсутствие. И мы были вынуждены вплоть до настоящего времени скитаться по родственникам и знакомым. Сначала мы были в программе по расселению как погорельцы, но так и ничего не получили. Теперь мы числим по другой ведомственной целевой программе по изъятию земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд и переселению граждан, проживающих на нет. Утверждена главой Саратова в мае прошлого года. В октябре 2022 состоялось собрание жильцов муниципальных квартир, где нам были предложены несколько вариантов и дали время на раздумы. Спустя день мы позвонили в комитет по имуществу, сообщил о том, что мы хотели бы посмотреть два варианта квартир. Значит, что нам сообщили, что эти квартиры проданы, а что эти квартиры продавцы отказались продавать и будут еще приобретаться квартиры, в чем нам дополнительно сообщат. В январе 2023 года соседки случайно узнали, что им уже предложили квартиру и они согласились. А нам так никто и не позвонил. Мы сами позвонили в комитет по имуществу и выяснилось, что в начале декабря 2022 года уже заключен муниципальный контракт на приобретение жилого помещения по адресу Саратов, первый нефтяной проезд, дом 1Б, квартир 2. Этот дом находится на самой окраине города, в его старых до 2021 года границах. И добраться туда можно только на электричке и еще 3 километра пешком. Правнучка учится в лицее в центре города. И как ребенка возить в школу. Я сам в 2022 году перенес две операции на сердце. И стою на учете его у кардиолога. Это расстояние в 30 километров и полтора часа пути транспортной. Развязки нет, инфраструктура отсутствует. Ближайший магазин в 6 километрах. Там даже не было централизовано горячее вывоз снабжения. Просто установленная электрическая водогрейка, которая может выйти из строя в любой момент. 3 февраля 2023 года мы обращались в соцсетях губернат в Саратовской области Басаргину Роману Викторовичу. И получили ответ, что по итогам электронного акциона была приобретена для нас квартира по адресу 1-й нефтяной проезд. Дом 1БА стоимостью 2 миллиона 718 тысяч 356 рублей 23 копейки. Если просматривать рынок недвижимости, то стоимость такой квартиры максимум 1 миллион 300. 27 февраля этого года мною было получено письмо из администрации Болжского района, в котором сообщалось, что готово постановление от 14 февраля 2023 года номер 532 от администрации города о предоставлении живого помещения. И я должен явиться для подписания документов. В случае неявки администрация района оставляет за собой право обращения в суд, лишение меня и членов семьи права пользоваться жилым помещением и снятие с регистрационного учета с прежнего места жительства. В феврале 2023 года мы обратились с жалобой в вашу приемную. В апреле 2023 года неоднократно ходили на прием к мэру Саратова-Макроузу, после чего комитет по имуществу стал нам предлагать какую-то сомнительную схему однокомнатную квартиру с дальнейшим договором Мены, непонятно с кем. 19 апреля 2023 года наш сгоревший дом, которым мы прописаны по сегодняшний день, снесли. Это было единственное наше жилье, и на сегодняшний день мы фактически прописаны на пустыре. С мая 2023 года и по сегодняшний день у нас идут судебные разбирательства. Чиновники городской администрации хотят принудить через суд заключить договор найма на квартирном нефтяном проезде. После обращения в вашу приемную было заведено уголовное дело о халатности должностных лиц, не принимавших к мере переселения нас из аварийного жилья. Материал передали из Волжского СОБ в областной СУССКР, и теперь непонятно, что с ним стало. О принятых про сексуальных решениях меня не информируют. Потерпевшим по делу не признают, и я сомневаюсь, что такое постановление вообще будет. Кроме того, мне стало известно, что в рамках реализации муниципальной программы было незаконно предоставлено трехкомнатные квартиры взамен на одной из находившихся в нашем доме. В доме по адресу Соколова, 15, никогда не было трехкомнатной квартиры. Была двушка по ордеру от 1974 года, и в ней имелось самовольный перегород, который отделил и кладовку. Квартира находилась в Сокольном этаже, прямо под нашей квартирой, имела площадь меньше, чем у нас. У нас было 34,7 метра. Проживавшие перед нами соседи все умерли, а их внук пропал в безднести 10 лет назад. Он вел нездоровый образ жизни. Спустя два месяца после пожара, когда стало ясно, что дело идет к расследованию, по нашему адресу стали приходить платежные документы за ЖКХ на незнакомую фамилию. Администрация Волжского района утверждала, что якобы нашла пропавшего в Москве на эту трехкомнатную квартиру, получил, но эту трехкомнатную квартиру получил кто-то другой и получил незаконно. Еще раз прошу вас, Александр Иванович, разобраться в сложившейся ситуации. Защитит жилищные права моей семьи проверить сомнительные действия чиновников администрации Саратова при реализации муниципальной программы. Спасибо.